ребятки всем привет с вами александр джураск world alive или к жизни как вам удобнее в общем то нравится вам такие пейзажи смотрите сколько здесь разных разных динозавров сколько здесь саплай дропов просто неимоверное количество здесь все что угодно есть это притом я тут уже прошел тут пособирался по кругу в общем то и знаете где я сейчас нахожусь это ребята по моему лондонский зоопарк вот примерно где-то здесь на этой территории нахожу здесь ну неплохо так можно как-то зарабатывать ну монета конечно это все долго вот это с 24000 монет она собирал за 2 или больше даже недели у меня конечно времени на это нет но тем не менее да и вот глядя на это разнообразие и посмотрите что творится вот у вас на районе у меня на районе мне чтобы до ближайшего сопла и дропа дойти нужно зачастую пройти не одну сотню метров динозавры тоже не попадаются по два по три по 5 по 10 как здесь смотри сколько раз два три 4 5 6 7 минимум 7 динозавров на одном пятаке в радиусе 50 метров где вы такое найдете вот еще один появился на территории страны снг и вот теперь скажите какая здесь в игре справедливость да ты родился в лондоне вот пожалуйста завали динозаврами у кого кому-то же повезло допустим живет вот здесь он просто появляется и у него сразу в радиусе он может просто заходить каждых 15 минут и собирать 44 пока и стоп а вот просто ничего не делал включил телефон нажал четыре раза выключил телефон включил нажал еще и в радиусе можно отстрелять динозавра вот просто вот живя в квартире у меня с окна в лучшем случае я там одного или двух динозавров короче раз в час могу подстрелить и ни одной точки короче до которой можно дотянуться нет а вот в принципе в таких вот европейских странах американских такое часто бывает это в общем-то я справедливости о том что в общем то надо надо играть жителям снг россии украины белоруссии там на эмуляторе потому что иначе как бы у вас никаких шансов нет против любого игрока из америки из европы вы просто будете в жопе просто в жопе вы никогда не собираетесь хотя бы какой-нибудь нормальное количество днк и монет тем более то есть я играю без доната ничего здесь такого нет просто захожу из эмулятора там может час в день максимум играю так потихоньку короче собираю ребята ну и вот видите уже начинает восстанавливаться с apple и дроп ум минут 15 у них тайм-аут а теперь давайте переходим к главному ребята у нас в общем-то довольно много новых динозавров вам сколько здесь было вот раз два три 4 5 6 7 новых динозавров ребята мы можем собрать так пастазуха с и она собирал и пастазуха вот это кто вот это пастазух по моему пастазух да ребяточки давайте создадим нового пастазуха какая принципе стратегия еще но будет такой маленький ликбез да в этой игре вот если вы класть на ваш уровень вы увидите что вот количество опыта мне чтобы перейти на восьмой уровень нужно еще там 12000 опыта насобирать и это важная штука уровень ваш влияет на то сколько максимум генов за один выстрел вы можете получить то есть на седьмом уровне это 17 генов начинали мы по с 13 или с 10 с 10 по моему до минус 10 точно минус 10 ваш уровень плюс 10 дает сколько вы можете получить с одного выстрела ну и считайте ребята вообще выше у вас уровень тем легче вам зарабатывать гены то есть это важный момент также за что даются очки опыт они не даются по-моему за сражение они точно не даются за ловлю динозавров они даются за создание и за прокачку динозавра вот сейчас давайте засечем 38 750 мы сейчас создаем нового динозавра вот так мы создали давайте теперь посмотрим о тачке видите полетели очки 38 750 здесь и 50 очков нам дали опыта за это все дело вот так вот он ну у меня немножко не хватает чтобы создать следующего а какой у нас здесь гибрид это пости метродон ребята так ну то есть димитродон плюс по 100 звук давайте посмотрим на его показатели неплохой удар ну это он только у нас на шестом уровне ребята удар хороший скорость хорошая 15 удар но ничего такого особенно действует первым ощущение регенерации до 5 процента ну ничем не выдающийся динозавр для гибрида скорость правда хорошая а так а так ничего особенного давайте посмотрим какой гибрид из него может получиться эпически нужен 10 левел ну вот к если димитродончиков то я нормально настрелял уже за все время игры то с этими ребятами их их беда очень редко попадается по крайней мере в лондоне где я обычно гуляю надо как-нибудь переместиться в америку например или в африку не в африке наверно хотя надо поискать так из-за паруса димитродона это длинноногий крокодил интересно крокодил каким образом он крокодил димитродон не крокодил и пастазух тоже не крокодил так более заметен чем пастазух он часто прячет свою добычу под водой чтобы полакомиться ей позднее ну странно странно это точно это боль древняя рептилия какая-то но даже до рептилоид какой-то но точно не крокодил так в общем то этого дяденьку мы создали давайте создадим нашего нового гибрида этой получил это у нас гибрид ребята это моюнда зух я его поймал где-то то есть я не насобирал клетки как видите он у меня еще закрыт я просто насобирал именно вот этого вот парнишку ну такой вот он как будто бы из камня сделан но опять же собрать еще одного я не могу и мне нужен левел 5 мы это моим газа ворда и опять ну нундазуха у меня по крайней мере много давайте посмотрим на его показатели это редкий гибрид и чё он тут может пригваждающий удар то есть пригваждающий от слова гвоздик запрещает подмену потом есть шорт дефенс короткая оборона щит 50 процентов на два хода плюс 50 процентов урона на три хода но наносит одинарный урон а последующие будут три хода полтора удара вот так вот даже на очищающее воздействие снимает себя негативное воздействие так понимаю и наносит полтора урона и перезарядка и у него есть контратак как пассивное умение так май май юн дазух полученные в результате сплайсинга с днк древнего крокодила является одним из самых быстрых и гибких атакующих хищников среди терапода в отличие от большинства динозавров он также обладает безупречным зрением так чего одним из самых быстрых тут было написано самых быстрых удары 108 он один из самых медленных ну как видите удар у него слабенький тот гибрид был посильнее так ладно здесь мы закрываем давайте кого еще мы создадим так близпинча до сих пор не насобирал давайте создадим еще дракорекс а ребята редкий дракорекс вот такой зеленка у нас был дракорекс да какой-то другой эпический что ли либо либо обыкновенный был мы уже какого-то дракорекса создавали так у юта ютарин ютарин ничёси чёси мы туда перейдем так жизни побольше только сбалансированный короче гибрид так обычный урон с десяти процентным шанса паралича подмена как у какого-то паразора лофа там и гуанодона эрликозавра там удар с подмена и а как у стиги молоха да по моему супер паралич мгновенный натиск шанс оглушения 75 процентов а там по моему больше так плоская голова дракорекса покрыта шипами что означает что защищает его от нападения хищников спереди давайте перейдем на гибриды глянем из кого он лепится а это гибрид из гибридов ребята 20 левел нужен нужен 20 левел жаль что я не вижу его показатели но вот это вот это вообще ютазина раптор ютазина раптор у нас получается пиро раптор до плюс синра как там-то сина цератопс сина цератопс сина церата кстати очень редкое существо и нужно для нескольких гибридов но это и ютараптор дайте ютараптор тоже качнем в общем там поскольку за прокачку именно уровней динозавра нам дают xp experience опыт чего все в полетели очечки то есть принципе можно по прокачивать до до 10 уровня динозавриков прокачивать можно но точно не больше так ну вот потратим прокачаем парочку динозавр ютараптор урон очень хороший смотрите скорость тоже очень хорошая так ну вот еще разок я могу его качнуть сейчас мы это сделаем так сина раптор и ютазина раптор блин а тут гибриды из гибридов скорость неплохая 128 ну конечно не 130 он помедленнее многих рапторов будет ютараптор это крупнейший из наиболее агрессивных из всех рапторов ну да он быстро убивает жертву ударами длинных когтей на задних лапах что у него такое как у обычного раптора обычный удар двойной урон и 40 плюс 40 процентов крита и наносит полтора урона неплохо кстати очень даже неплохо у него 45 получается шанс 50 на 50 практически давайте последняя вкачка так ну можно будет я даже в команду взять чисто так для пробы давайте посмотрим что мне тут в команде вообще находится кто да команду надо качать ребята правда или неправда даже не знаю так кто мне здесь такой шустрый ну давайте вот заменим изменить вот этого заменим сейчас на ютараптор но чисто так чтобы на него поглядеть готово готовенький так кто мне здесь еще есть из слабых давайте опыта хоть на 8 уровень сможем сейчас перейти да сможем вернись обратно качнем сейчас парочку диносов перейдем на 8 уровень и надеюсь перейдем это обычный тристратов сон вообще-то никуда не годится его качать только ради опыта но опять же качать не очень далеко потому что дорого там становится уже дорого на 10 уровень качать 800 монет да ну конечно моя ну такая моя глобальная цель это нас собирать на индоминуса нас собирать на индораптора это это уже это космос это космос потому что там нужен 20 индоминус 20 индоминус и 20 раптор ну раптора 20 еще можно сделать но сделать его на 20 стоит по 60 тысяч монет таких цифр у меня никогда не было и не знаю каким образом это может появиться разве что если будет злом какой-то скачать потому что станет скоро тяжело играть и неинтересно ну мы уже так скоро упремся в свой уровень типа там примерно все динозавры 15-16 уровня дальше прокачивать их будет нереально трудно и ты будешь просто так один бой выиграл один проиграл вот что-то такое так ну давайте пока остановимся на этом сколько мы тут уже опыта заработали 43000 но неплохо идем давайте во вот это обычный был дракорекс да а это стиге молок был он очень похож на дракорекс и зелененький такой давайте его тоже вместе с вами покачаем глянем что у нас там сейчас по ударам 2000 я их наловил за все время неплохо рексика можно сейчас качнуть еще так интересно мне скорости редких и эпических отличается между собой или нет 128 хорошая скорость но у них у всех этих стиге молоков дракорексов хорошая скорость так и того получается сколько 2000 генов уходит чтобы качнуть диноза на 9 уровень да ну да давайте качнем его тогда никакой гибрид из него не делается в принципе он бесполезен качать его дальше никто не будет максимум на 10 неплохие показатели получились как и современные антилопы оба поколения стиге молоков общается как правило с помощью фырканья и хрипов скорость хорошая остальные показатели так себе так вот смотрите кто у нас еще здесь есть дракорекс обычный давайте его сравним скорость 119 не у дракорекса скорость говно скорость фигня так этих ребят мы оставим на потом будем создавать так давайте пурузаврика немножко качнем сейчас пробежимся по разным динозам покачнем как каждого по одному уровню чтобы было нам поинтереснее вот такой вот у нас крокодильчик у нас тут дипло каулус я все даже дипло кау-лис подачи дипло кау-лис так назывался он джурайс call the game почему-то я запомнил дипло кау-лис не каулус ну наша цель сейчас получить восьмой уровень вот такой вот флаффи флаффи редко попадается хотя они обыкновенные но опять же они никому не нужны скорость 120 25 монеток были вообще понты понты качать до пятого уровня дешевая дешево так ну вот и все с этим мы закончили давайте все кадон тазавр а димитродон второго поколения то есть он тоже никуда не идет это просто такой коллекционный вариант скажем так так нам уже чуть-чуть осталось нам ребята до восьмого левела 4000 уже потратил не хватает днк ну не хватает таки не хватает дать еще дела сокочнем а вот так второго поколения то есть он у нас такой серенький а тут что редкий либо эпический у нас получается так здесь тоже можем конечно только разочек скорость ну скорость норм скажем так 124 но есть так нанесение урона x1 но тут три рысачки минус 50 крону цели на два хода так так о давайте еще зауроподи какого-то качнем апатич у апатозавра у меня много кстати этот идет или не идет скорость наверно хуже некуда хуже это наверно только 100 да он идет на гибрида ребята то есть его нужно качать на какую но до апатозавра это хороший кстати гибрид до десятого левела его нужно качать ребятам то есть ну давайте попробуем его качнуть это хороший танк прикольно кричит как в фильме смотрите у него на седьмом уровне уже две пятьсот жизни кого он напоминает а он напоминает апатозавра джурас колдзе гейм такой же такой же танк со слабым ударом ну качать его дальше смысла нет все таки лучше уже гибрида потом качать будем но нам еще кропаль не хватает ребят давайте глянем на его показатели две девятьсот четыреста брони нет крита нет скорости нет но может замедлять противника длинный хвост служит апатозавра не только для поддерживания равновесия это травоядный ящер может отогнать от себя хищником мгновенным ударом такого хлыста так ладно 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 давайте кто у нас еще тут просится на прокачку торбозавр ребята торбозавр давайте сразу глянем на и удары так армор пирсинг два удара то есть ну типа как у тирекс но у тирекса еще и не только армор пирсинг а еще и броня пирсинг торбозаврич прикольный родич погнали ну я многих динозавра тоже не ну как бы не собираю просто прохожу мимо часто сарказуха вот их их полно как грязи вокруг но они никуда не идут то есть как бы смысл на них трачить время шанс крита 40 процентов ну как и у тирексов да это у всего семейства рексовых большинство тиранзавридов охотятся в одиночку но торбозавры предпочитают преследовать добычу прайдом как львы да прям преследовать думаю засаду устраивать а не преследовать ну хотя травоядные то медленные ну давай последний уровень у меня уже 17000 ес да ребята новый восьмой уровень и мы можем получить максимум днк за один дротик это 18 так ну чё давайте будем все таки попытка номер 10 открывать инкубатор его ура наконец-то начали открываться фигня вообще фигня и фигня и и это иритатор редкий кстати иритатор нам нужен у нас еще на него до сих пор идет акция открываем следующий инкубатор инкубаторы как вы знаете идут поочередности то есть то есть легко посчитать какой у вас будет следующий какая будет следующая у вас награда это в принципе можно знать когда у вас все инкубаторы заняты но вы хотите продолжить сражаться то есть вы должны посчитать какой будет сейчас инкубатор не идут там по очереди то есть 3 часа 3 часа 15 минут там 8 часов там 3 часа 3 часа там 12 часов ну точно там не знаю но можно поискать табличку найти и можно так вот если вы знаете что сейчас будет там 15 минут можно драться типа пофигу пропускать эти инкубаторы 3 часовые когда вы знаете что там уже будет 8 часовой инкубатор то уже как бы стоит освободить какой-то инкубатор так 10000 монет у нас стало больше чем было в начале серии ха-ха можно будет следующий серий купим завтра снять ухты барионик второе поколение редки первой клетки но он наверно попадается только в инкубатор и кто спинозавр второго поколения эпический ничего себе но опять же больше у нас не было 167 клеток тирексов это неплохо чего легендарности и гиммолох это был это были по моему 24 часовой мой единственный за всю игру который мне попадался легендарный парамолох это вот тот гибрид прикольно так но теперь давайте 12 часов откроем вот такие инкубаторы мне нравятся 750 так еще три карточки точнее вот это вот так ирритатор второго поколения обычный иритатор редкий и легендарный точнее эпический стеги молох ну вот так а теперь давайте пойдем хотя бы один боёчек проведем ну два две победы или внутри боя ну хотя бы желательно две победы конечно но опять же следующей серии мы будем прокачивать уже наверно на наших диносов кстати да здесь мы часто сражаемся с у постиметродон у него иммунитет к отрицательным эффектам но мы его пробьем за один удар кстати у нас 1670 надо как-то запомнить так ну на следующий ход хотя мы сейчас ему паунс сделаем может он нас и не пробьет он поставил щит мы его тоже скорее всего не пробьем на следующий ход блин надо его подмениться все таки ну ладно пофигу ну тут тоже не важно кого мы возьмем давайте возьмем броника такого же мы его пробиваем по идее ну у него и щит и броня конечно же нет 5 хилсов это конечно обидно но зато мы сейчас себе щит поставим это будет нам тоже на руку зависит от того кто у него мгновенная непобедимость ах ты хитер все ушло в щит но это меня вообще никак не печалит я хожу два раза то есть это бесполезная штука так же как и адреналин раш у того же эйни азуха так мы вообще переживем один удар хотя бы сколько ой это я зря сделал нет но я выжил ну давайте хоть его продемажем так нормально двойной урон может и пробьем а нет не пробили ну мой рексик давай блин обидно получилось то тупо крит его спас а мы шли на победу ничем давайте еще пойдем давайте возьмем эйника он мне нравится кстати он нужно будет качать следующей серии паунс ну сквозь броню у нас не пробьет а мы его пробьем блин уменьшит нам атаку хотя у нас будет усиление атаки он практически нас пробил конечно но мы его точно пробьем как прям настолько он снизил нам атаку печально как то и блин пробил чит а 14 это raptor блин а он должен подмениться если не подменится то это вероятно бот хотя у него снова наскок это вообще кто это raptor блин крепкие raptor это просто имба и при том он может быть у всех и долго думает к если противник не меняется там долго это тоже может быть он он шустрее армор пирсинг у него точнее про и сквозь сквозь щит есть и сквозь броню есть у него удары сквозь броню пробил но не сквозь щит а вот следующий удар у него сквозь щит то есть как бы тут бесполезно пытаться поставить это был бронебойный удар хотя нет смотрите он использовал обычный бронебойный удар но не использовал удар против щита были можно было бы выжить так мы шустрее это у нас и стиги молох получи по щам так теперь у него сквозь щит но это нас как они вообще не касается у нас щита не было какая она сила удар у нас 627 блин а не то есть я бы его не пробиваю обычным ударом так тирек самый медленный то сейчас мы отгребем от кого-то 102 а у урхика 120 так а мазер это больно если явно выживу если выживу блин а это его не спас как он так мог выжить но обычный удар он не они пробьет нас можете успел наконец-то я битвы на и роста уже пытался сделать короче скриншот вот этого рычания тирекса победного может таки успел так ну чё один 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 неплохо первый бой мы тоже бы выиграли если бы короче не совпадение скажем так ставим этот инкубатор и чё ребятки на этом я с вами прощаюсь следующая серика будет скоро всем пока пока